привет понедельник 8 утра вышел на линию включил мой район и попробую покатать сегодня утро в режиме мой район и посмотреть лично для себя как она все будет потому что в принципе очень даже интересно мне рака я вас понял я вас услышал вам нужны и от первого лица и динамика и посмотреть как от цифрки бегают какие заказы приходят какие коэффициенты я учусь не все сразу знаете на самом деле вот это вот ощущение что ты везде ходишь с телефоном и все везде снимаешь она для меня на самом деле очень новое потому что никогда я этим не занимался поэтому собственно вот как-то так происходит собственно да получил я первый заказ соответственно школа ничего нового 221 хороший эффект да он сейчас будет уже без лужи ну и а хрен с ним главное что остаюсь в локации хороший потому что ну опять же да сейчас центр полетит не интересно можно конечно же попытаться взять какой-нибудь жирный заказ куда-нибудь далеко но сами все прекрасно понимаете вероятность этого там 1 до 10 что этот заказ теперь все-таки упадет в аэропорт сейчас ну в принципе да мне кажется шереметьево либо внуково она с утра прямо будет ого-го себе ничего таки неплохо ну посмотрим чем получится всем приятного просмотра ставим лайки подписываемся на канал это важно для того чтобы канал развивался быстрее что интересно вот первый заказ я высаживаю школы включаю комфорт потому что тишина прилетает значит заказ туда-сюда вот этого фигня которыми не нравится с 187 я его скидываю мне приходит следующий отвожу его и когда мы подъезжаем не приходит 2 10 дима мы подъезжаем он отменяется мне приходит новый 3 с чем причем я как посмотрел походу это тоже мгимон 2 10 и 3 с чем-то даже если разница комфорт плюс и комфорт по комфорту 3 с чем-то мне нравится мне сказали что у меня хороший музыкальный вкус а у меня классическим теперь играет в машине кстати народу риага нравится еще ни один не попросил выключить слушай ну за такие деньги блин дым гимова какая разница какой тариф хоть эконом вообще по барабану на самом деле пока неплохо посмотрим что дальше получится да насыпается от рампа насыпает два часа работы и в принципе результат неплохой и это при том что проехал то я всего около 4 километра ой народ народ я вообще извиняюсь но что-то прямо меня сегодня с середины дня прям работой так придавило что прям что-то писать а понедельник сегодня как понедельник вообще конечно я всех поздравляю я уверен что сегодня все кто работал все очень даже неплохо заработали а что у меня двадцать восемь заказов много но я мой район катал первый план дня рабочего было много коротких заказов да в принципе очень неплохие деньги первыми заказ получается во сколько 808 они потом прям так прекрасно сыпались и очень неплохие даже по деньгам были получается девятнадцать тысяч грязи 19 грязи и это за условно даже не 12 часов работы нет ну какое часов за 10 работа наверное вот еще посмотрим да 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 за 10 часов работы 238 километров но еще и километров 10 я намотаю пока буду ехать домой не включая даже режим домой вообще никакого желания не имея от слова совсем хватит вот вот так вот то есть как бы ну я конечно жадность прайвера губит но итак хватит заказы сыпало коэффициент горел понедельник был не похож на другие понедельники многие очень за последние наверное несколько месяцев наверное так только в предновогодний праздничный ажиотаж стрелял как стрелял сегодня я в шоке да сразу скажу что завтрашнего дня возвращаюсь в предыдущий формат работы потому что это намного проще и удобнее чем сейчас все там вынимать монтировать туда-сюда это более чем кому-то там не нравится раньше лучше было но я понял хорошо буду чередовать в том плане что что-то интересное будет в процессе поездок буду делать отдельные ролики и выкладывать обычный по всей теме рабочий день там немножечко буду разбавлять но также вернуть вертикальную съемку и айфончик это все снимать и соответственно быстренько монтировать чтобы можно было там почаще рабочим днем выкладывать день отработал на следующий день выложил и вот в таком формате вроде заходил неплохо вы смотрели вам интересно я вам собственно это и вернул немножечко там модифицирую что-то как-то там вот придумываю какие-то вставочки поделаю посмотрим вот что хочу сказать самое интересное что у меня я там говорит пытался но ролики не прошли у меня цели дал на эту неделю чтобы он сдох я даже пытаться не собираюсь он мне дал 172 заказа это то что я сегодня там 28 катал типа туда-сюда ткать мой район а мой район в цели не идет вот поэтому я на цели забил вообще полностью потому что катать езды это 172 заказа нереально это 7 дней в неделю по 12 короче ну до отключения вот до того пока не отключу в таком режиме я работать не готов за что-то 12 тысяч рублей я хочу пожелать нам чтобы ценники которые были сегодня держались как можно дольше и это не навсегда сейчас что-то начнут крутить потому что я сегодня разговаривал с людьми типа что-то говорит да дорого то есть ну народ в ахере от цен потому что это дорого они не привыкли к этому ядекс всех приучил ешелому такси поэтому объясните что ребята машины подорожали обслуживание подорожало топливо подорожало все подорожало они говорят ну у нас же зарплата осталась прежде она же не у нас не поменялась ну когда в магазин приходите вы же не говорите а продаете мне вот не за сло а за 80 или за 70 как было раньше потому что у меня зарплата и осталось прежде ты скажешь слышите на хер отсюда вот хочешь бери хочешь не бери то есть ну как-то так а таксичу какое-то исключение что ли исправил я понять не могу какие вот машины и несчастную машину пистюн 2300 2300 а оптима новая стоила миллион 650 блин максимальная комплектация нормально не сейчас она стоит миллион шут все ценики алёг куда улетела все? поэтому все это надо смотреть как бы и вот тут зажимая давайте мы будем налоги платить с грязью что это за пиздец вообще-то налоги с обороты не с дохода с оборотов Какие-то видны вообще такое Налоги платить на другие вопросы надо Но с дохода, а не с оборота Тоже с оборота налоги платят Ебанько пиздец И самое смешное во всей этой ситуации, что в налоговой Есть один какой-то очень глупый человек Который сказал, что вот самозанятые 2,400 И такси мы самозанятые 2,400 лимит поднимать не будем Вы дебилы Ну вы дебилы Но это насколько надо быть тупым Если работать через ИП-патент Ты платишь меньше И это выгоднее Ну то есть соответственно Вот я 2,400 выкатываю И мне говорят, ты не будешь больше работать самозанятым И открывай себе ИП и ЧС И все И я самозанятые больше обратно не вернусь То есть вы налогов от меня получите меньше Чем могли бы получать Но вы не хотите их получать Потому что вы говорите, что мы лимит не увеличим То есть там у кого-то мозг не работает совсем Ну это вот эти вот люди Которые не по опыту своему и знаниям места занимают А по плату и знакомству Ну собственно поэтому все у нас вот так вот и происходит через жопу Все законы о такси пишутся Не понимая, как такси работает в принципе От слова совсем Вот там кто это вот все пишет Они не понимают, как система такси устроена Вообще не понимают Вообще не понимают У меня как-то был чиновник Он на Кутузовском Перетерся с машиной такси на разделе Ведомственная машина Он такси выслал, я подъехал Дождь и пик вечерний То есть такой коэффициент вешенный И надо было от океана и доехать до коттеджного поселка То есть поездка была где-то в районе Меньше часа по времени Сделала там минут пятьдесят Вот И за эту поездку он отдал четыре тысячи рублей Короче говоря, он в машину садится А планты наличными То есть ему походу заказал водитель его Потому что он что такое Яндекс такси Даже не знает Потому что всю жизнь на ведомственной машине На наш собственно счет катается А всегда ли так такси стоит? Я сижу на серьезно чах Я говорю, да У нас люди очень хорошо зарабатывают Могут себе позволить Он не понял, что это был Степ Он не понял Он на серьезно чах вот так вот кивнул И ушел дальше пиздить по телефону Обсуждать, как он у Соловьева выступил И как он пизда-то сказал Что это, наверное, ему там где-то куда-то точнется Бля, я тогда болела ты Это вот этот скучный ехал со дороги Ну вот То есть, ну и вот такие люди пишут законы А потом удивляются А что это, блядь, не работает? А как это может работать, если вы вообще не в курсе, как это работает по самому деле? Ваши хотелки с реальностью несовместимы Вот, ну, ни в каком формате абсолютно А потом, я бы, а что, куда дели? А почему цены выросли? А почему люди в таксопарке машины трудовали? Сейчас вот проезжал сегодня днем Мимо одного парка, этот, Корсити Таксопарк Ебать, у них машин стоит Вот, они стоят уже Еще там вот майские не начались Они уже там стояли Они вот сейчас там до сих пор так стоят Эти москвичи Джили Куили Вот это все это говно Оно там как стояло, так и стоит Уже там сантиметровой пылью покрылось Их не берут Я прикидываю, какая сейчас ситуация Ну, и в других таксопарках Ничего не поменялось Там все то же самое Там сейчас начнутся А чем они лизинг будут платить? Если машины не работают Ай, натворили дело, ребята, конечно Ну, кто-то страдает, кто-то зарабатывает Вот, кто работал, кто-то заработает А если мы вернемся к тому, что сейчас Откатите все вернутся И заработки опять обратно упадут Ну, объектив Не, никому что сидите, не выходите работать Работайте Вопросов нет У всех свой хлеб, все зарабатывают Но сегодня прям показательное было такое выступление Мне понравилось Посмотрим, что будет завтра Завтра есть возможность тоже полноценно поработать Полноценно поработать и поснимать видео это Как это будет выглядеть В старом для вас компании Так что спасибо за просмотр Всем хорошего дня, вечера, ночи, утра Кто-то будет смотреть Я уже практически вот дома Пойду монтировать ролик и отдыхать И, собственно, наверное, все-таки точно уже до завтра Чтобы ролики пошли опять Отлично, как это и было Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok